Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают При этом легкие танки Как вы знаете во время движения Маскировку не теряют Только во время стрельбы Соответственно даже когда легкий танк Двигается он очень мало заметен При этом у легких танков В базе самый минимальный Обзор на 10 уровне 420 В топе 440 Это у немецкого легкого танка 10 уровня Соответственно все это раскачивается Перками, раскачивается Просветленной оптикой, стереотрубой Мне кажется там до 600 метров можно раскачать То есть, с учетом того, что у нас максимальная дистанция засвета 445 метров, остальное все, что выше, уходит в качество, тяжелые танки и вообще крупногабаритные танки без замаскировки будут светиться как раз-таки на этой дистанции. Не знаю, как это повлияет на рандом, но засвечивать противника сейчас вполне себе несложно. Значит, давайте быстренько пробежимся по легким танкам, которые мне понравились и которые мне понравились. Сейчас у вас на экране АМХ-13-105. Как вы понимаете, 105 это калибр орудия и это, в принципе, все тот же привычный нам геймплей, как на 90-ке, только барабан здесь на 3 снаряда и каждый снаряд наносит 390 альфы по машине противника. С пробитием у танков тоже особых проблем нет. Колеблется где-то, как у СТ-шек, наверное, 9-10 уровня. От 230 пробитий до 250 в зависимости от танка. Опять же, сейчас на этих цифрах останавливаться не стоит, но, в общем, чтобы ЛТ-шек и СТ-шек стабильно просто в лоб пробивать, этого всего хватает. С тяжами, конечно, уже надо заходить в борт или заряжать голду. У голды здесь пробитие где-то 280 в среднем, опять же, потому что колеблется. Ну, сами понимаете. Итак, какую роль я вижу у 13-105? Ребят, ну, это типичный дамагер, самый настоящий дамагер. Почему? Потому что 3 снаряда по 390, перезарядка барабана 32 секунды, внутри барабана 2,7. Примерно могут цифры еще, конечно же, поменяться. Альфа, как я уже не раз говорил, 390. Значит, мощность двигателя, ребят, только задумайтесь. Это одна из самых низких мощностей двигателя у ЛТ-10 уровня. 38 лошадиных сил на 1 тонну веса. Эти танки, легкие танки 10 уровня, они даже в горку набирают свою максималку очень и очень бодро. То есть, даже если танк остановился, ему надо поехать, он просто взял и поехал. Вот взял и практически сразу с максимальной скоростью поехал. Танки рвут с места просто дико. Влево-вправо поворачиваются все не очень хорошо. Если ручником подворачивать, быстро будут поворачиваться. Опять же, благодаря мощному двигателю быстро будут набирать снова скорость. Поэтому я думаю, что 13-105 займет свою нишу и будет многими любим. Значит, многие говорят, вчера на стриме мне говорили, давайте 13-105, нужен еще один снаряд, типа три мало. Ребят, а тогда нахрена будет нужен подшатся его пятью снарядами с такими же характеристиками практически? Вот, нет, нет, с такими же характеристиками по альфа-урону и всем остальным. Ну, 13-105 даже точный случай, то есть он с большей дистанции может реализовывать свой урон. В этом случае он просто в два раза мощнее двигателя, незаметность гораздо лучше, ну, кабаритные размеры меньше, попасть в него сложнее. В общем, по всем параметрам 13-105 будет лучше бата и тогда нахрена нужен будет бат. Ну, хотя бы вот три снаряда. То есть я считаю, здесь все в порядке. Конечно, когда вы играете на 13-105 хочется еще четвертого снарядика, но, ребят, из балансных соображений считаю, что это было бы лишним. В общем, 13-105 мне дико понравился, хочу на нем играть. Ну, а теперь следующий танк, это WZ-132-1, ребят. Значит, на этот танк я, когда смотрел его характеристики, возлагал на него самые большие надежды. Он не самый крутой, наверное, как ЛТ из всех ЛТшек, о которых мы сегодня поговорим, ребят. Но я уверен, этот танк будет любим статистами. Почему? Да потому что это типичная СТшка, типичная СТшка со всеми преимуществами легкого танка, при этом, как бы, ну, с понятным СТшным геймплеем. Да, опять же, с недостатками броня не очень. И тут, на самом деле, одна из самых низких мощностей двигателя всего, ребят, сейчас просто сарказм оценить. Тридцать шесть лошадиных сил на одну тонну веса. Тридцать шесть! Танк рвет из-под жопы с этими лошадиными силами, просто как нифиг делать. Кроме того, у него неплохо бронирована башня. Да, она для десятого уровня, конечно, ничем не удивляет, да, там 200 миллиметров лоб. Противокумулятивная сетка, вот эта вот решетка по кругу башни. Это все хорошо, корпус рыхлый, пробивается всеми вообще, кого вы только встретите. Даже фугасы, скорее всего, смогут залететь, хотя вряд ли. Значит, что тут самое главное, что? Это орудие. Орудие здесь типичное СТшное. 390 пробития, ой, 390 альфа, пробитие в районе 250 миллиметров под калибром, да, то есть, ну, меньше, конечно, но тоже неплохое, да. Стабилизация, как вы видите, у танка, в принципе, сходу вкидывает неплохо. Не самая лучшая стабилизация среди ЛТшек, но неплохо вкидывает. Точность не самая плохая, 0.4. Время сведения 1.9 очень быстро, после остановки можно сразу наносить дамаг. В общем, классический СТ такой без брони. Вот серьезно, не ЛТшный геймплей. При этом, если надо, светить он тоже может обзор 430 в стоке. 430 в стоке, это второй в игре обзор в стоковой после немецкого танка. То есть, у остальных 420 в стоке, у этого 430. В принципе, и у него есть еще одно преимущество, у него есть четвертый член экипажа, у которого можно перки на обзор качать отдельно. То есть, вам не надо выбирать у командира перк там, либо боевое братство, либо маскировку, либо лампочку, да, что вы там выберете. Потому что у всех остальных легких танков, там, например, радиоперехват, это все у командира. Здесь отдельно, то есть, вы можете еще перками очень качественно раскачать этот обзор. 4 члена экипажа, если я не ошибаюсь, у WZ-132-1. В общем, ребят, WZ-132-1 это типичная СТ-шка со всеми преимуществами легкого танка. Мощный двигатель, хорошая подвижность, да, не самая большая максималка тут, как вы видите. Но это все равно максималка лучше, чем у любой СТ-шки практически, да. Стабилизация орудия неплохая, обзор шикарный, да, нет брони, да и бог с ним. Этот танк не будет, тут сейчас это рандом, как бы, да, такой песочный. Здесь все упарываются, страдают фигней. Но, ребят, в реалиях рандома этот танк, он просто не будет отхватывать дамаг, хотя бы потому, что не будет светиться. Конечно, если его другие ЛТ-шки не будут контрить. Но, опять же, да, ЛТ-шная маскировка, ЛТ-шные бонусы в подвижности, при движении не светится танк. Ну, так же, как как будто он стоит. Нету никаких штрафов за то, что танк поехал. Вот. Поэтому ВЗ-132-1 для меня сейчас это просто, наверное, номер один среди ЛТ-шек для набивания дамага. И, при этом, он еще, как я и говорил, может в подсвет. В общем, я без ума от этого танка, и мы переходим к следующему. Я, наверное, еще раз должен отметить тот факт, что я все, что свое мнение говорю, это в рамках песочницы. Потому что, когда это... Во-первых, это в таком виде никогда может на релиз не пойти, потому что песочница это просто тесты, которые даже... Ну, это не предрелизный тест, они могут никуда не пойти, разработчикам просто надо посмотреть, как это все играется, как выглядит. Но в рамках песочницы мне вот этот танк пока что больше всех нравится. Я в нем не ошибся. Значит, ладно, идем к следующему. Это советский танк. Да, кстати, ребята, я вначале мысль-то потерял. Я хотел сказать про то, что эти танки могут в дамаг. Так, средний урон в минуту, без всяких досылателей, у танков колеблется от 2,5 до 2,7. Ну, вот где-то вот в этих размерах, чуть больше, чуть меньше. За исключением одного американского танка на фугаснице, но это вы сами понимаете все. Так вот, значит, возвращаемся к Т-100ЛТ. Это советский легкий танк 10 уровня. Заниженный такой весь. Зализанный, заниженный. Значит, в чем фишка этого танка? Мощность двигателя, ребят, на одну тонну веса 57 практически лошадиных сил. 57! Он просто разгоняется вертикально в гору. Ему похрену на все, он просто едет. Понимаете? При этом он заниженный и длинный. Что это ему позволяет? Грамотный выбор трассы позволит ему светить противника, при этом особо не подставляясь под выстрел. Да, и в елку можно на дистанции попасть, но этот танк, если идти по складкам, он лишь на секунду выпрыгивает из них и практически в любой складке можно скрыть его корпус, оставляя только одну башню. Фишка этого танка это чисто активный свет, ребят. На мой взгляд, этот танк не предназначен для того, чтобы светить пассивно. Почему? У него шикарная стабилизация. Не самая лучшая точность 0.42, но вы посмотрите, он просто на ходу, все, что я на автоприцел беру, он ни разу не промахнулся на средних дистанциях. То есть стабилизация у танка просто шикарная. И это при том, что носится он просто как угорелый. Вы сами видите, сели в 2 км в час. Кроме того, у танков, на удивление, есть броня. С пробитием 250, если по нему стреляют танки с пробитием 250, они его могут как пробить, так могут и не пробить. Тут, я не знаю, я еще броню его толком не изучал, но от ВЛД и от башни, ребят, отскакивают, реально отскакивают. Альфа типичная для советских средних танков 320. То есть это ЛТшка, как я и сказал, с СТшными корнями. Перезарядка с досылателем в районе 5 секунд, 5,5 секунд. Ну, не напоминает вам этой СТшки, соответственно, 10 уровня советский? Не напоминает. А значит, что у нас еще, на что обратить внимание у танка? 420 базовый обзор, раскачивается в легкую до 480 с применением просветленки. Вот, что еще? Ну, в принципе, больше добавить нечего. Танк чисто для активного света, стоять на нем нет смысла. Опять же говорю, тропы, какие-то складки местности. Можно просто не останавливаясь, летать и все время светить активно, активно светить, светить, светить. И даже для того, чтобы наносить урон, останавливаться не нужно. Вы просто едете и стреляете. Все. Очень простой танк для активного засвета. Я думаю, очень многим понравится. При этом не могу сказать, что он имбан. Нет, на имбу он не тянет, но у него, опять же, своя фишка. А если вы не заметили, то практически все ЛТ-10 получились один на другой не похожи. И это очень хорошо, на самом деле. Хотя и с другой стороны принцип у них одинаковый. Да, это на свет и нанесение урона. Переходим к следующему танку. Ну, как вы понимаете, чем дальше к концу, тем меньше танки лично мне понравились. Это не значит, что они плохие. Это значит, что они просто мне чуть-чуть меньше нравятся. И настало время поговорить про немецкий легкий танк 10 уровня. Rheinmetall Panzerwagen. Надеюсь, правильно произнес. Обратите внимание на его фишку. Это орудие, которое очень интересно закреплено в башне. То есть оно, видите, оно как бы выходит из башни, когда склоняется вниз. Значит, что это за орудие? Ну, классическое, наверное. А вот они очень похожи на своих СТ-шных собратьев. То же самое. 390 Альфа. Одно из самых точных орудий среди ЛТ 10 уровня. 0,35 разброс на 100 метров. И один из самых высоких показателей бронепробития. В районе 250, опять же говорю, цифры будут меняться. И я уверен, что они будут меняться. Поэтому особо на это обращать не стоит. Там 240 с чем-то, если я не ошибаюсь. Ну, 250, запомните, вам будет так проще. Стабилизация на ходу не самая хорошая, но и не самая плохая. То есть танк на ходу может попадать, а может и не попадать. На мой взгляд, танк такой некий универсал, компромисс для тех, кто хочет все и сразу. Достаточно мощный двигатель. Опять же, больше 50 лошадиных сил на одну тонну веса. Что дает нам отличную динамику разгона. Хорошая максималка. Целых 75 километров в час вперед. Соответственно, один из самых низких показателей по маскировке среди ЛТ 10. Но опять же, это не значит, что он плохой. Это значит, что он просто по сравнению с другими чуть похуже. Самый лучший обзор в игре в стоке 440 метров. Он просто в стоке 440 метров имеет обзора. То есть, я как и говорю, танк универсал. Он может и в дамаг. Хорошая точность орудия. Он может и, соответственно, в активный свет. Хорошая максималка. Неплохая незаметность. Но опять же, на фоне других ЛТ-шек могло бы быть и получше. Но опять же, тогда это была бы им пища. Хорошая максималка. Очень хорошая мощность двигателя. Самый лучший обзор. Хорошая точность. То есть, в дистанции он будет попадать и пробивать. Хорошее пробитие. Хорошая альфа. 400. Ой, 390 альфа. В общем, все у этого танка есть для того, чтобы вам он понравился. И, в принципе, он в любой ситуации сможет себя проявлять. И как пассивный светляк. И как активный светляк. И как дамагер. На мой взгляд, вот именно Панцер Капфаген. Не, Рай Метал Панцер Вагон. Все, я уже путаю танки эти немецкие. Рай Метал Панцер Вагон. Это как раз таки тот танк, который может понравиться абсолютно всем. Я думаю, ну, опять же, претензии к нему, опять же, так же могут быть у всех. Потому что достаточно большой корпус, картонный. Вот это все, это никуда не девается. Но не будем забывать, что это ЛТшка. Но, в любом случае, я думаю, этот танк будет по нраву очень и очень многим игрокам. На Рушку похож он или нет, ну, не знаю. На мой взгляд, с Рушкой у них немножко геймплей разный. Но это не значит, что Рай Метал Панцер Вагон плохой ЛТ. Я еще раз говорю, я от него не в восторге. Просто не в восторге. Возможно, я его еще просто не раскушал, не распробовал. Но, на мой взгляд, это такой универсал, который и нашим, и вашим, и за рубль спляшем. Может, все везде и всегда. Ну и, наконец, ребята, американский легкий танк 10 уровня, Шеридан. Который я бы назвал говном, потому что он мне абсолютно не понравился. Но я постараюсь быть политкорректным. И все-таки предположу, что танк водился чисто фаново такой. Во-первых, мне он внешне не нравится, вот этот квадратный корпус. Я понимаю, что танк должен был быть плавающим. Но в игре это не реализовано. Поэтому не вижу смысла оставлять такой корпус. К слову сказать, разработчики обещали сделать ему более кастомизированный такой настраиванный корпус. Чтобы он был более красивый. Фишка у этого танка будет 152-мм фугасница. Которая стоит на 49-ке. При этом с более качественными показателями. На мой взгляд, это танк чисто второй линии. И он чисто по фану. Вот, ребята, чисто по фанец на фугаснице. При этом не забывайте, что если раньше вы были танком 8-го уровня, 49-й. Да, вот, кстати, почти на косарь пробития фугаса. И фанились там, наказывая десяток, соответственно, фугасиками по 300, по 500. А если зайти в корму, то и на 1000, да. Вот. То это танк 10-го уровня. И если вы будете хернёй на нём страдать, то соответствующие плачевные результаты боя и будут. То есть вы не будете оказывать особо влияние на исход боя. По обзору, опять же, ничего выдающегося. 420, но на фоне других ЛТ 10-го уровня, в принципе, нормально. Самая худшая маскировка, самый большой корпус, картонный, впитывает в себя весь дамаг. К слову, стоит сказать, что и не самый мощный двигатель. Да, там за 30 лошадиных сил тоже, тоже неплохо носится. Но на фоне всех других ЛТ-шек меркнет, конечно же. Сам светится, плохо сам, ну, опять же, относительно других ЛТ светит. Дамажит не очень хорошо, точность не самая хорошая. К слову сказать, что у танка есть альтернативная пушка. Она похожа на то, что мы видели на немецком танке. Да, там тоже Альфа 390. Опять же, хорошее пробитие. Но зачем играть на американском ЛТ с пушкой, которая хуже, чем у немца, при этом сам американский ЛТ хуже, чем немец. Зачем это нужно, я не понял. Если есть Rheinmetall Panzerwagen, да, зачем нужно вот страдать с альтернативной пушкой на этом танке. То есть, этот танк чисто по фану на фугаснице, и это нужно понимать, да. То есть, можете пробить, можете не пробить. А в любом случае, свой какой-то дамаг, настрел, и, соответственно, на свет у этого танка будет. Но мне он не понравился, мне не нравится такой геймплей. Я, если честно, я от 49-ки не особо в восторге. Поэтому больше как-то, ну, мне не хочется про этот танк ничего говорить. Типичная фугасница, большая дура такая. В принципе, все с ним должно быть вам понятно. Может быть, что-то в этом танке поменяется, что сделает для меня этот танк просто мастхеф. Но пока что, самый худший для меня ЛТ-10, который тестируется в песочнице. На этом у меня на сегодня все. Надеюсь, полное видение того, что происходит в песочнице, я вам смог продемонстрировать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк за старание и работу. И до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok